В Хакасе-Митургии установлено в православной церкви считать послание апостола, деяния и Евангелие, чтобы каждый, приходя в храм, мог пройти путь в церкви от ее начала и получить инструкцию на дальнейшем. Я вчера говорил об этом, о слове Божьем, имеющем качество удивительного вселенского расширения, сказанном к отдельному человеку, сказанном в приватном разговоре, на руках, но возгласиться с кровью, дойдет до последнего дня, до последнего поворота Земли, и каждый будет применять к себе. Сегодня сектанство оскопило Священное Писание. Мы не раз встречались с ними и говорили, вот в Писании говорит так, жены ваших стартваш домолчат, в них в брюхах женщина без плотка накрашенная, выходит и начинает проповедовать. По радио проповедовать, по телевидению. Почему? Написано. Если женщина молится с непокрытой головой, послежает свой год. Только это, говорит, Коринфянам написано. То есть они судили за Коринфянской церкви. А о Римской церкви там, может быть, подковка ходит, вывод. Вот это скудоумие, оно постигает человека тогда, когда он тонет. Вот человек многое знает, но когда тонет, он ничего не видит. Он видит только гладь воды, на уровне глаз, рот ниже воды. Вот это состояние всех, кто отошел от церкви. Человек в церкви находится в полноте милости Божией. А в церкви мало проповедуются. Или совсем не говорят. Главное, умер Христос за нас, мы уберывали, мы омыто его крови, мы спасены. Все это правильно, когда человек находится в церкви. Вне церкви нет Христа. Вне церкви нет пролитой крови Христовой. Нет. А кто-то подобное сделает, повинен смерти. Можно составить специальные составы, мазь, сколько, чего помазать. Но, говорит, если кто-то помажет, сделает подобное. Смерть. Помажет-то, смерть. Все перешло сюда. И люди, желающие отделять себя от церкви, они всегда находили изменения в своем грехе. Несмотря на расширяющийся образ мысли Священного Писания. Было тогда-то дофановированный корей, начальствующий в народе Божьем, имеющий доступ к благодати, по сегодняшнему сказать, к священству. И они посягнули на то, что установлено было Моисеем. И Бог показал необычайный вид казни. Земля сама разверзлась без землетрясения. Получился огромный провал. И с женами, с детьми, со скотиной, шатрами все живем оказались в преисподне. Это единственный раз, самое страшное наказание, когда человек гибнет не телом только, но и душой, и потом живьем входит в вак. Второй раз случится в пришествии Христова, когда лжепророк и антихрист с дьявола будут брошены в геенду, минуя обыкновенную телесную смерть. Это только два раза. За что? Там отверглись церковь, в которой Христос, здесь отверглись Христа, в которой находится церковь. Христос церковь зовет. Христос церкви спасает. И это мы должны все время помнить и быть благодарными, что мы находимся не в мусульманстве, не в баптистах, не в буддизме, а в православной церкви. Но и спрос у нас будет по полной программе. Кому много дано, много спросится. Православный христианин отличается от прочих других тех, что он находится во Вселенской церкви. Не так, что сегодня сердце появилось, какая-то новая. Вот смотрели мы фильмы, скектанты, православные батюшки танцуют, пляшут. Ну, видели, что это, кощунство. А это чего? Я хочу новой радости, эйфории. И что-то я получу. Ничего ты не получишь, кроме кощунства. У церкви есть твой опыт. И мы этот опыт должны проверять на основании священного писания. Я не знаю почему, но в прошлое воскресенье были указаны считать евреям 11 глава 33 стиха. И на сегодняшний день то же самое. Или это ошибка. Притом празднование всех святых в России просиявших. Посмотрите, пожалуйста, в календаре, который нам прислали. Я посмотрел предыдущий и здесь. Но здесь же дается чтение Риме на 2 глава 10 и 16 стих. Апостол Павел говорит так, что не слушатели закона праведны перед Богом, но исполнители закона оправданы будут. Не слушатели закона. То есть в Библии считать это всего лишь знать путь. Но если ты стоишь на месте и не идешь, что кольце? Можно знать, как правильно сеять, новые технологии изучать. Каждый год читают журналы, садоводства, шесть соток. Но весна пришла, по-прежнему делайте, чего не гняйте. Надо решительно менять, из этой рутинности выйти. Надо жить то, что самое главное положено в человеке. Это совесть. Помолитесь. У меня какая-то сделка. Как по совести это или не по совести? Совесть. Повторяю слова страшно, непонятно. Совесть выше Евангелия. Совесть выше Евангелия. Совесть впервые Евангелия заколучит. Почему? А Евангелия не было, человек жил по совести. И Бог трудил по совести. Не было законного Адама. Ему же Моисей это не мог написать, потому что придет позже. А как он жил? По совести. И Каин поступал не по совести. И Айм поступал по совести. И когда совесть заглохла, как Павел говорит, даже сожженное сделалось. Пепел один. Тогда Бог дал закон писанный. Но этот писанный закон оказался на бессовести с недействующим. Показываешь, ну вот написано. Никакого уже внимания не обращается. Человек, который ничего не знает, он по совести действует, у него есть надежда на спасение. Человек, который имеет Евангелие, но поступает без совести, надежды никакой нет. Только строй будет еще больше. Ущерб ты терпишь, продажи, купишь. Все время спрашивают тебя, по совести я это делаю или нет. Если вещь какую-то взял, то сравниваешь с другой, стоит она того или нет. Мы учили в школе экономика. Такая наука сегодня, должна быть экономной. А ради она к нам относится, очень даже относится. Вот сколько ты потратил на выращивание овцы? А сколько потратил времени, чтобы изготовить топор? Вот это в эволент на обмен. Нет, значит, за один топор дай две овцы. Такой порядок. У нас, у русских, все неразумно. Сколько ты вложил в ребенка? Сколько стоит ребенок? Я видел такой снимок, ребенок сидит на лесах, а на другой кладут монеты, и они валятся. Во что она входится? Я не говорю моральные, которые ты им стерпишь сейчас. Раньше временем родители ставятся из-за непослушания, дикого неповиновения детей. Но конкретно, на хлеб, на одежду, на что? Барусь ты у нее и ждет, кто придет. Мама проще дочери, которая приданная. И она с тобой еще унесет задаром. Ну, разумно ли это? Священное Писание показывает, что за невесту платили вену, то есть колыб. Какой колыб? Она назначили ему по четыре того лошадей. И он платит. Почему? А я вожил в нее. Это тоже самый товар. Она уходит навсегда из дома. Когда задумаешься, да насколько же мы неразумно-то живем? Сколько тратимся туда, откуда ничего не примем? А если сделал неразумно, и ты вещь уже не возьмешь? Ну, просто так отдай ее. Скажите, она мне, вот я делал, как он на свалку вывозит иногда в городе. Она не соответствует качеству. Их выбраться, и пока мы отсюда берем. Они так вещь не соответствуют. Я не отдумал, а возьму по полной цене. Я говорю сейчас о совести. Апостол Павел говорит так, в 16 стихом. В день, когда по благоествованию моему, Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа. По моему благоествованию. У нас благоествование какое? Мы говорим, как фиканты. Фиканты говорят, Бог умер за... По концы, но он умер, мы спасены. Бог умер, мы спасены. Слово Божие так не учит. Это обман. Да как говорят они правильно? Обман самый настоящий. Что вера без дел мертва. Где поступали бессовестность, это дело на суде Божьем будет. Вот как по благоествованию апостола Павла. Поэтому дела человека или оправдывают, или судят. Слово совесть. Удивительное дело. В канонических книгах Ветского Завета вообще не встречается. Я на несколько раз проверил по симфонии. Да не может с собой быть. Что, совершенно люди столь... Что, одну девушку благочестивую постигла большое наказание. Притом, наказание тайное, а результаты были явными. Однажды ко Христу подошли садукеи, не верящие в душу. И они составили такой рассказ, выдуманный. Что однажды семь братьев женились на одной и той же. И по одному они умирали. И вот после воскресения из мертвых, чья она будет жена? Да, стало бы никогда к ней не подошло. Только чужой может еще взять, кто не знает. Все умирают. А вот Авито написано, именно такая ситуация была. Была очень хорошая девушка, из богочестивого рода. Но почему-то рядом был демон, он дышил женихов. Всех. Было, что он всех убил. И вот здесь, говорит, когда разобиделись на нее, служанки говорят, разве тебе не совестно, что ты задушила мужей твоих? Уже семерых ты имела? Ну нет, назвалась именем ни одного из них. Семерых имела. Она ни одного не имела, во-первых. Не было никто допущен. А потом, говорит, ты задушила. Ну ясно, что я говорю. Безумное обвинение. Бессовестное обвинение. Но они обвиняли и ее. Если нас обвиняют, то, говорит, не совестно тебе. Мы должны разговаривать с сектантами именно на этом уровне. Да, нам совестно. Совестно, что мы не можем что-то сделать. Но вам не бессовестно, что вы за Габаном, Иероном и Кореей пошли. Вас живет права у вас. Мы находимся в стрелке. Да, на корабле бывает проломанная палуба. Бывает непокрашенная ракушками. Днище обрастает. Корабль замедляет. Хоть, но это корабль. Как они по радио хорошо передают. Всемирно радио, все, но они вне церкви. Они, сколько бы они ни старались, сколько бы они ни заощрялись. И хороший мой смысл, смотришь, в конце говорит совершенно не то. Поэтому апостол Павел нам прямо заповедует, жить по его благовестию. По моему благовестию Бог будет судить. Не по проповеди безбожников. Не по проповеди еретиков. В деяниях апостолов, 23 глава, 1 стих, апостол Павел, хотя этот ходоветний закон знал и жил по нему, но о повести понятия имел. Мужи-братья, обращает он к синодам. Я всей доброй совестью жил перед Богом до сего дня. Хотя о совести не упоминается, но одна-то по ней жили. Отдельные люди. Почему в Евангелии от Иоанна 8 глава, для меня она была роковой главой, через которую я плату и подошел ко Христу. Написано так. «Они же, не слышавши, будеши обещаемы совестью своею, когда обвиняли женщину с пролебодеянием, каждый камень опустил и пошел». Совесть надо пробуждать. Сегодняшнее апостольское чтение направлено внутрь каждого человека, верующего и неверующего. Мне приходится иметь общение с начальствующими разных рангов. И с подчиненными. Одни поступают по совести, другие нет. А другой прямо, хочется сказать, он готовый к христианинам, только веры, к этому не хватает. Он настолько хорошо поступает. Настолько он заботится, услышит дело такое, мгновенно делаю, на помощь. Говорю, тебе какая выгода? Как такая? А я человеку, делаю хорошо. За тебя это невыгодно. Я знаю, что невыгодно. А та же совесть. Да ты не имеешь права о совести говорить. Совесть – это ворог Божий-то. А при чем тут Бог? Я не могу достучаться у него, где замок этот повесил сатана. Он такое дело делает. Я говорю, почему вы решили мне помочь? По телефону. Он говорит, что же я по голосу понял, что вы без обмана походитесь. Это совесть ему подсказала. Я говорю, у вас какой-то благодатный, мне ничего не надо. Я все делаю, чтобы людям было хорошо. Какие судьи они, эти люди, будут за нас? Когда под благоуставание апостола Павла начнется открытие дел. Вот мы верующие, собираемся здесь. Неоднократно уже говорили. Я вчера об этом говорил. Что неделю шею день Бог дал для человека. Да так. Седьмой день Бог дал для Бога. И Бог делает ступеньку суббота. Суббота – покой. Мы работаем. Но церковь назначила уже вечерним богослужением сделать привал. Суббота вечером некоторые вообще не приходят. Почему? С первого дня не было отрезано сделано. Почему без пользы не приходишь в рам? Тебя не запустят. С первого года не установили вот это, что обязательно приходить суббота. Воскресенье – канонические правила. Не приходят. Я скажу, что это шаг к трагедии души. Ты не думаешь, что просто ты не пришел. Ты поступил против совести. Но мысленно обратишь, что все поступают так. Вечернее богослужение исчезло. Тебя нет сегодня. Ну, то с женой меняемся, то и ребенок против подойдет. Вечернее богослужение не будет. А вечернее богослужение позволит и то. Мы вспоминаем в субботу о том, что Бог дал покой нам. Что воскресные Евангелия считаются. Ты ничего этого не знаешь. Какие-то дела, червивые дела. Коще один в банке копается и никогда не кончится. Так как бы ни праздники, мы бы не горели бы на этой работе. Так как хорошо, что есть праздники. Как хорошо, что есть суббота Господня. Помол тело, пришел в храм. Помол благослованию Бог будет судить. А кто собирает субботу? Собираетесь. И в субботний день Апостол Павел пришел в синагогу и проплывал. Так они в субботу собираются. Не обманываются. Новозаветная церковь собираются в воскресенье. Уже в воскресенье собирались. И каждое воскресенье делаете сбор. Чтобы когда я приду, говорит, каждый удивлял, мне не собираться. А прямо говорит, 16 глава, первый стих, первый послание к Коринфинам. И она пособираетесь и в субботу. Ведь вещь-то идет о нашей душе. Пренебредая душу, Тебе не получит удовлетворение. Все время будете недовольствовать. Все время у тебя будет подозрение. Потому что обещаемое совестью, Душа будет придумывать ужасы. Против меня это сказали, это под меня подкапывают, это что-то. То есть слова совершенно ненужные, мертвые. Прости, за выражение, даже бластные будут идти. А ты бы радовался суббота Господней, вечер, я приду, мы вместе насладимся общением. У нас будет общая подготовка к воскресному дню. Потом мы еще 7 минут подготавливаемся. По плане 24 глава, деление апостолов 24-16, апостол говорит, я старался всегда иметь непорочную ссору перед Богом моим. Когда еще не знал Христа, всегда старался иметь. И Бог открылся ему. А там и избранный сосуд. Когда он сосудом сделал, а когда был там еще, за пределами тела, он гнал. Но гнал, по своему мнению, он не спал. Он и субботу гнал, и воскресенье охватал. И Бог это его учет, и призвал его. А за кровь ты кровью захватишь. В первом послании Петра, 3 глава 6-16, из них говорится о том, где мы должны эту совесть однажды получить обычную. И в крещении мы обещали Богу доброй совестью служить перед Ним. Не помочь с вами совестью. Если мы приняли все крещения, помните, мы начинаем все одному закону любви. Не оставляйте собрание вашего, Павел говорит. Это говорил он к евреям. Говорил о субботе. О субботнем вечернем богослужении. Не оставляйте собрание вашего. Сотвание к евреям. А если я оставляю, ты уже отстал. Ты не просто отстал, ты даже не заметил, что отстал, заблудился и пошел в другую сторону. Я много раз об этом говорю. Поверьте, один раз не сходить и много потери. Я слышал об одном человеке, ему где-то 80 с лишним лет было. Ну и пришло время отходить из этой жизни и стали вспоминать его жизнь. В священии, говорит, вот человек, который не пропустил ни одного богослужения. Восемь детей. Хозяйство, скотина, коровы, не две сороменки. А у него полон двор. И он, говорит, ни разу не пропустил. А ты почему пропустил? Родственники приехали, надо было поехать, надо было в огороде прозякать. У него что-то у народа ни о платятке не было. У него родственники не приезжали. Почему он никогда не пропустил? А потому что, если кто-то приезжал, родственника первым делом в церковь звали, пойдемте, порадуйся. Вот радовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Божий. Да ведь не сказал, что у меня золото, и сказали, иди еще приобретем. Но сказали, Дом Божий. Вот радость, которая идет изнутри человека. Позвали тебя, да и звать не надо, потому что обещание Бога, добрая совести, священия. Апостол Павел об этом говорит в первом послании к Коринфянам, 8 глава, 12 стих, и он говорит так, ты поступаешь не по совести, этим самым унизделяешь немощную совесть братьев. Ты не просто не приходишь, ты соблазн даешь. Да что уходит, я не пошел, и другого что-то зависит. И Бог говорит, вы много погрешаете этим. Но я считаю, что это недопрошедственное или должерки нам можно есть. Вы не измеряете совесть, вы не измеряете означать жарить, вы непрерывно жарите этим. Вы нарушаете общий принятый порядок. Посмотрите, покровский собор недалеко от трамвайной линии. И бьют колокол перед началом, башки, на двух костылях, и она старается что-то не опоздать пройти. Наши жутки рядом через дорогу не хотят перейти. Мы до тех бабок не дорожки, еще нам далеко от них. Реальности никакой нет. А мы отработаем здесь. Я просто не могу дождаться, когда суббот не вечер придет. Да как мы придем, увидим друг друга, вместе пристанем при Господом. Какая радость одни мне заразить субботу. А это как, я вроде приду, а вот у меня и нет. Вот почему в первом послании к Тимофею 4 глава 2 стих апостол Павел говорит, что много зла приходит в церковь через лжесловесников сожженных совести своей. Мои слова, которые я говорю, они не мои. Они пройдут мимо сожженной совести. Когда душа не возродилась, она была в воду погружена, но не была погружена в благодать Духа Святого. Благодать Духа дает огонь ревности. И в послании китов 1.15 апостол Павел говорит о том, что человек ссорит и ссорит и определяет, что может, что нельзя. Я прошу тебя, брат, сестра, просто попроси Бога, встань на колени, ну всех попроси, кто рядом, и скажи, давайте помолимся. Последствием мы поступаем, что пропискаем субботнее, а мы уже фактически воскресное богослужение. Почему мы не приходим? Нам все рассказали сестра наша заболела. Мы все лазерные собрались, мы до него помолились. Говорят у нас один из пацанов, нам, наверное, лазерные собрать, давайте за него помолимся. Пошли рыбачить, удочки сложили, давайте о нем помолимся. У вас что, молитвы домашней нет? Или вы совершенно не знаете, что такое возрождение совести? Почему разобщение такое? Ведь мы приходим в церковь одними, а вот одни даже и совершенно другими. Что бы ты ни делал, и на церковь вот это, собери ряд настоящих. Поднеси к Богу молитву о пробуждении совести. Для чистых, говорит, все чисто. А для нечистых нет ничего чистого. И в послании к евреям, это, как это, заветным людям, 9 глава, 9 стих, он говорит, дары и жертвы не могут сделать совести совершенными те, кто приходит без креста. И в послании к евреям, 9-14, он снова напоминает нам о совести, которая обречает нам. молитесь о мне, ибо мы уверены, Павел говорит, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Желание вести себя честно заставляет жить по совести. Все, что не по совести, грех. Сам себе скажи, не мне, а то и говорит, священник, но внимание. проповедует, не обращая внимания, только внутри еще закипало больше. Но будет время, когда никто не будет напоминать тебе. Будут два слова, которые будут отвечать в мире женщине. Вот, говорит, горе будет. Я услышал одно, что он говорит, горе, когда их не будет. Они тогда, когда они будут накладывать на людей язву. Горы, когда перестанут нас тревожить, перестанут проповедовать. Когда прекратится слово Божие, и тогда никто не тронет, мы засохнем в этом состоянии. Потеревка. Это уникальное место. Мы за всю неделю не слышали ни одного матерного слова здесь. Ни одной капли-то вакансии, говорит, а вы не видели. И поэтому мы должны явить образец миру о том, что мы живем по совести, когда поведает нам Священное Писание. Аминь. Хорошо, интересные слова спасителя.